Добрый день! Сейчас я вам прочитаю сказку Дены Бакулиной из цикла «Сказки о Русском музее». «Гостеприимная купчиха» Читает автор. В Русском музее на картине художника Бориса Кустодиева живет-поживает купчиха по имени Марья Потаповна. Живет она там одна-одинюшенька, только и есть у нее друзей, что красивый кот по имени Кузьмич. Вот как-то раз совсем заскучала Марья Потаповна и решила пригласить гостей на чай. Как-никак у нее скоро день рождения. А гости, хоть и не часто их зовут в дом купчихи, очень любят к Марье Потаповне приходить. У нее всегда угощения вкусные-привкусные. Задумалась купчиха, чем бы мне на этот раз гостей удивить. Взяла она с полки толстую поваренную книгу и стала в ней рецепты искать поинтереснее. Больше всего Марье Потаповне понравилась страничка под названием «Куриные ножки, запеченные в меду». Смотрит купчиха на картинку и удивляется. Но надо же, впервые вижу, чтобы курятину ели со сладким медом. Что же это за блюдо такое удивительное получится? И решила Марья Потаповна, пусть и гости вместе с ней попробуют куриные ножки в меду. Кто-то удивится. А любопытный кот Кузьмич уселся на спинке стула у хозяйки за плечами и тоже в изумлении уставился на картинку с медовыми куриными ножками. Ну и ну, чего только не придумают повара. Вот залила купчиха куриные ножки сладким липовым медом и приняла ждать, когда они пропитаются. И кот Кузьмич тоже стал ждать. А пока ждал, все вокруг кастрюли ходил и размышлял. И что это у хозяйки за блюдо такое выйдет? А вдруг оно вредное? Вдруг от него у хозяйки живот разболится? Вот закончила купчиха хлопотать на кухне, приготовила для гостей целую горку медовых куриных ножек. И думает, ах, как славно, закончена работа. Уж как друзья рады будут попробовать новое угощение. Поставила она большое блюдо с готовым кушанием на веранду, накрыла салфеткой белой и довольная пошла в дом отдыхать. А гости из соседних картин только к шести вечера прийти собирались. Времени еще много. Ходил кот Кузьмич вокруг блюда и размышлял. Не может быть, чтобы это было так вкусно. А вдруг гостям не понравится? Очень Кузьмич Марию Потаповну любил. Не хотелось ему, чтобы новое кушание гостей разочаровало. Надо бы его сперва попробовать. Совсем был решился кот снять пробу с загадочного блюда, но тут вспомнил, что хозяйка часто говорила, жалко, Кузьмич, что ты в настоящей еде толка совсем не знаешь. Тебе все равно, что есть, лишь бы пузо набить. Ну, если я в еде не разбираюсь, значит, надо пригласить того, кто в ней знает толк. И решил кот быстренько сбегать в соседнюю картину под названием «Деревня» художника Федора Васильева. В той деревне жил его приятель, рыжий кот Лопух. Кот Лопух огромный, толстый, уж он-то сумеет оценить всякую пищу. И побежал Кузьмич Лопуха в гости звать. Подошел он к знакомой избушке и видит, сидит его рыжий приятель у кусток рыжовника и соседским котам веселые истории рассказывает. Пригласил Кузьмич Лопуха к себе на кухню. Лопух согласился и даже обрадовался. Он такого блюда и сам никогда не пробовал. А приятеля Лопуха деревенские коты просят и нас с собой возьмите. Ну, пошли тогда все вместе, согласился Кузьмич. Жалко, что ли? И побежали коты радостно мяукая в купчихе во двор. А купчиха тем временем спит себе на мягкой постельке под атласным одеяльцем и не слышит, как целая орава котов к ней на веранду забралась. Подвел Кузьмич рыжего толстяка к блюду, где куриные лапки в меду лежат, и говорит, ну, давай, Лопух, пробуй скорее, выскажи мнение знатока. Лопуха Лопуха не пришлось долго упрашивать. Он поскорее хватит одну куриную лапку и давай ее лопать. Только урчит, да глаза щурит. Жует он куриную ножку, а коты на него во все глаза смотрят. Вот и, наконец, облизнулся, рыжий, кнул и говорит, да, что-то я не распробовал толком, может, еще одну? Так и вы, сбери еще одну, махнул лапой Кузьмич. Управился Лопух и со второй ножкой. Ммм, да вроде ничего, съедобно. Только я вот не разберу, не пересластила ли твоя хозяйка? Меда немного ли? Ну-ка, лизни, Кузьмич, с краешку. Хорошо, говорит Кузьмич, лизнул. Лизал он, лизал, и почему-то не заметил, как вместе с медом слизнул и куриную ножку. Видит коты, что Кузьмич уже за курятину принялся. Стало им зарядно обидно. Набросились они на блюдо всей стаи и вмиг съели все ножки до одной. Смотрит Кузьмич и глазам не верит. В миске вместо курятины в меду одни только косточки лежат. Поглядел он на своих деревенских приятелей, а у них усы и носы медом перемазаны. Ой, испугался Кузьмич, ой, что же мы наделали, ведь гости уже через полчаса придут, а угощения нет. Расстроились деревенские коты, жалобно замяукали. Как же быть? Опустил Кузьмич голову, задумался и говорит друзьям, ладно, братцы, бегите скорее по домам. Хозяйка увидит вас на столе, мне больше всех попадет. Коты не заставили себя упрашивать, со всех ног бросили свою картину, а Кузьмич остался у пустого блюда сидеть и переживать. На своих друзей котов он даже не сердился, больше всего он сердился на самого себя, это надо же быть таким недотепой. И вдруг слышит он, копчиха уже проснулась и идет на веранду, походка у хозяйки тяжелая, потому что она женщина полная, крупная, как ступит, все половицы в доме ходуном ходят. Но, хотя поступ у нее тяжелая, а голосок нежный, ведь она своего любимого котика Кузьмича зовет. Кузьмич, Кузенька, где ты, мой котик хороший, вот я тебе барное молочко несу. Попьешь молочка и будем вместе дорогих гостей встречать. Я им такое славное угощение приготовила. Вышла Купчиха на веранду, а Кузьмича и нет нигде. Поставила хозяйка плюца с молоком в уголок и снова стала Кузьмича звать. А Кузьмич сидит тихонько под лестницей, боится даже мяукнуть. Что за беда расстраивается Купчиха, вон уже гости из соседнего зала музейного показались, а моего хорошего умного котика Кузьмича нет. И правда, идут к ней гости, идет старый усатый запорожец с картины Репина, идет молодой гусар с портрета Тропинина, скачет на коне всадница с картины Брюлова, за ней ее дочка в припрыжку бежит. Тот глянула Купчиха на стул и ахнула. Стоит на столе большое блюдо, а в нем вместо куриных ножек только косточки лежат. Ах ты, куська, поросенок, закричала в сердцах Купчиха, что я теперь гостям-то скажу? Ну, вы подумайте. Целую миску куриных ножек съел и убежал. Вот подлость-то какая. Ну, пусть только на глаза мне покажется. Я его навсегда из дома прогоню, чтобы духу его здесь не было. Услышал Кузьмич эти слова, заплакал горько, выпрыгнул со своей родной картины и пошел искать себе новый приют. А Купчиха ума не приложит, а что ей теперь делать? Гости-то уже все ближе и подходят. Уже думать-то некогда. И вот пока она скоропрятала в буфет блюда с куриными косточками, вспомнилась ей вдруг, что у нее в амбаре большой-пребольшой арбуз лежит. Почалась Купчиха в амбар, так что весь дом затрясся от ее быстрых шагов, принесла арбуз, а потом еще и самовар на стол поставила. Жалко только, думает, что к чаю ничего нет. А гости уже к Купчихе на картину зашли, смотрят, на столе огромный арбуз лежит, уже с одного края разрезанный, такой красный, сахарный. Ах, какой ты нам, Мария Потаповна, чудный сюрприз приготовила, говорит всадница. А я тебе пирожных принесла, их моя кухарка испекла, а я пироги принес днепровской рыбкой, кричит запорожец, а я варенье из грецких орехов из турецкого похода привез, улыбается гусар. Как думаешь, подойдут наши угощения к чаю? Подойдут, конечно подойдут, обрадовалась Купчиха. Стали гости чай пить, а потом и за арбуз принялись. А Купчиха гостям улыбается, а у самой на сердце неспокойно. Куда же все-таки Кузьмич подевался? Может, обиделся на мои слова, убежал в лес, а там его волки съели? Не выдержала Купчиха и при гостях прямо горько заплакала. Что с тобой, Марья Потаповна? Спрашивают гости. Или пирожок черствый попался? Да нет, говорит Купчиха, не в пирожке дело. И рассказала она, как приготовила для них куриные ножки на меду, а ее любимый кот Кузьмич как раз перед приходом гостей все взял съел. Вот такое большущее блюдо, говорит Купчиха, а сама слезами заливается. И зачем он только это сделал, я понять не могу. Ну ладно бы голодный был, а то ведь сыт. Стали гости тоже ахать, удивляться, и правда странно, хороший такой котик был, послушный. тут гусар хлоп в себя по лбу говорит, а я знаю, почему так случилось. Все хором спрашивают, почему, почему же? А перегрелся твой котик, вот и все дела. Ты сама посуди, Мария Потаповна, погода какая на дворе жаркая. Но вот он и перегрелся и померещилось ему, что он не обедал еще. Точно, говорит Купчиха, правильно вы догадались. Как только я сама от этого не поняла. Еще горше стало у Купчихи на душе, очень ей котика жалко. Сидит она, плачет, а Кузьмич тем временем в каком-то лесном пейзаже под елку спрятался и тоже плачет. Он весь разговор услышал, понял, что простила его хозяйка. А домой возвращаться все равно стыдно. А давай-ка, Марья Потаповна, мы твоего кота все вместе домой позовем, предложил Запорожец. Вышли они с веранды и стали хором кричать. Кузьмич, Кузьмич, иди домой, хозяйка больше не сердится. Тут не выдержал котик, выскочил из-под елки и хозяйки на руки бросился. Обняла Марья Потаповна Кузьмича и сразу все горе забыла. Рассказал ей кот, как дело было. И тогда все дружно решили позвать Рыжего Лопуха и всех его друзей, чтобы они еще и пирожки с рыбкой попробовали. Ведь Лопуховы дружки тоже же не думали, что все так нехорошо выйдет. Они просто Кузьмичу помочь хотели. Привел Кузьмич котов из деревни, стали они дружно пирожки с рыбой уплетать, еле-еле совсем объелись. И правда, часу не прошло, как они куриными ножками на меду лакомились. Никогда, пожалуй, у котов такого счастливого вечера не было. Да и гости Марии Потаповны тоже очень довольны домой ушли. И по дороге все чудесный сахарный арбуз вспоминали. Никогда еще им такого арбуза пробовать не доводилось. Ну вот, вы прослушали сказку Дины Бакулиной в исполнении автора, сказку «Гостеприимная купчиха» из цикла «Сказки о Русском музее». Спасибо за внимание. В следующий раз вы услышите еще одну сказку из цикла «Сказки о Русском музее» Дины Бакулиной. Она называется «Викинтий с ТОП Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok